Приветствую вас на власти, разберем ваш вопрос. Вопрос касается ссоры между виртуальными друзьями, которые дружили долго, по поводу актуальных событий на 24 апреля 2002 года. Ввиду разногласий, люди порастались, разругались, и автор в вопросе пишет, что по итогу она потеряла друга и возможность отдохнуть за границу. Плюс обиды за то, что друг послан ее четыре раза. Вот. И человек, соответственно, спрашивает, что сделал не так она. Значит, смотрите, здесь статус состоит из трех факторов. Первый фактор – это ваша позиция по вопросу. Совершенно не важно, к какому. Второй фактор – это то, что вас задевает действие вашего друга. То есть, ну, задевает, обижает, задевает, обижает. Вот. И... Третий фактор – это потеря. То есть, то, что я теряю в результате своей позиции. То есть, вообще, любая позиция и любой интерес имеет свою цену. То есть, если у человека, да, есть какая-то позиция, то он в любом случае, так или иначе, будет платить за нее какую-то цену. Вот. Ну, судя по тому, что можем видеть мы, это то, что вы оказались не готовы платить цену, которую вам, ну, пришлось платить за свою позицию. Вопрос только в том, почему. Правильно? Либо это связано с тем, что вы... слишком дорожили. Например, своим другом. и, в общем-то, ну, чересчур для вас он имеет значение, чересчур для вас он значим. Либо вы теряете эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ что связано с вашей неуверенностью в себе. То есть когда человек придерживается какой-то позиции, когда человек имеет какую-то позицию, имеет какую-то позицию, в общем-то, ну, всегда так получается, что есть какие-то последствия, и вот вы, судя по всему, оказались к этим последствиям не готовы. Поэтому я думаю, что в первую очередь необходимо вам прожить ту болезнь, ту боль, да, то, что вас всё там в той или иной степени задело. Вот. Увидеть какой конфликт даётся себе знать в этой ситуации. Вполне возможно, что чем-то вы не удовлетворены своей жизнью. Такое. Вполне может быть, что вы чем-то не удовлетворены своей жизнью. Вот. И, соответственно, этот момент разрешить. Что касается отношений, в общем-то, с человеком, то, на мой взгляд, ваши отношения были, к сожалению, как мне кажется. Ну, достаточно формально. То есть, ваши отношения не были такими отношениями, где личность, например, ваша, преобладала над личной ситуацией. Вот. И, в общем-то, такое довольно часто бывает, что люди, вот, вместе только пока им комфортно, или пока, там, они, например, согласны, ну, друг с другом. Вот. По каким-то, ну, по каким-то вопросам они согласны. Как только же появляется ситуация, ситуация какого-то конфликта, да, причём не обязательно, это может быть открытый конфликт, это может быть конфликт и закрытый. То есть, когда, прямо люди не говорят о том, что, вот, они друг с другом не согласны, но, как бы, это вытекает прямо из того, что происходит между ними. По отношениях как-то сразу резко начинает идти на спад. Вот. Это означает, что, в общем-то, привязки такой особой не было у человека к вам. Отсутствие желания, например, вас понять, говорит о том, что у человека, ну, не было к вам привязки. И это, на мой взгляд, абсолютно нормально, принимая во внимание характер вашего общения, а именно то, что вы были виртуальными друзьями, хоть и трусили долго. Вот. То есть, фактически, можно говорить о том, что, ну, вот, ваша дружба, она была такой, такой дружбой, пока, вот, было максимально комфортно. Да, какое-то испытание, пускай это испытание носит довольно специфический характер, но, тем не менее, какое-то испытание сразу привело к тому, что, в общем-то, человек может отказаться. Отказаться от вас. И вот эта вот возможность отказаться от человека, недостаточная привязка к нему, она как раз таки и определяет поведение конфликта. Вот. Конечно, здесь можно сказать о том, например, что человек находится в прессе. Вот. Здесь можно сказать о том, что человеку тяжело, здесь можно сказать о том, что человек на взводе, да, здесь можно сказать о том, что как-то вот вы немножечко не учли того, с кем вы общаетесь, это необходимо. То есть необходимо учитывать, с кем мы общаемся, необходимо учитывать особенности характера этих людей, с которыми мы общаемся, необходимо учитывать их коммуникационные возможности, их возможности восприятия и так далее. Все это учитывать, конечно, необходимо, необходимо, но вы этого не сделали. Возможно, ввиду отсутствия навыков. Эти, эти навыки можно приобрести. Ээээ, сложного, сложного, в этом, на мой взгляд, скромно ничего нет. Было бы у вас такое желание приобрести, да, приобрести навыки не проблема. Говоря о том, что вы сделали не так, это вина. Вина является результатом нарушения личных границ, причем не обязательно нарушили ваш личный границ. Вполне возможно, что личные границы нарушили и вы у человека. И, соответственно, вам из этого нужно извлекать опыт. Естественно, после того, как вы проживете ту болезнь, которая вас есть. Ну и вам необходимо привыкнуть к тому, что взгляды людей могут различаться, взгляды людей могут очень сильно расходиться. Ну да, в принципе, нормально. И, конечно, острые углы обходить, сглаживать какие-то моменты, очень важно. Такая история. Я бы сказал, что вы не очень внимательны к тому, что происходит с вами. То есть, обсуждая какие-то вещи, какие-то вопросы, да, очень важно замечать контекст, причину и вектор перехода на личность. Понимаете? И очень важно обслеживать свои ценности, свое к ним отношение и готовность эти ценности отстаивать и какой ценой. Понимаете? Вот и все. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам, в общем-то, как бы, начать меняться. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok